Позвали всех, поэтому можно начинать. Итак, друзья, начинается ваш день, собственно, голосования в парк. Воскресенье, подчеркнула. Сутки там, кому не придет, будете сутки, целиком не ходить. Господи, я когда смотрю эти итоги среднобастных угаров, я хреневаю вас. 98, 99 у вас рисуют, я хавку голосов за. Я так посмотрю, причем подряд рисуют, участки тут одинаковые. 98,2, 98,2, 98,2. Вы уже узнал, что рисуют эти рисуют. Это больницы. Это 6 участков, которые все вот так голосуют, это больницы, спецучреждения. Я специально знаю, что здесь в городе есть такие. Короче, у вас тут это находит комиссия. Надо их это. Научить. Привести в норму, заучить, если надо работать. Итак, друзья, приходите раньше еще раз, да? Приходите не в 8, а в 7, в 7-15. Почему? Потому что есть пара очень важных процедур, которые вы должны проверить лично. Вот как только вы начнете вот так вот работать правильно, не в ответ приходить, и не в 8 эта комиссия открывает для всех, а раньше, то вы сможете эти будущие фальсификации предотвратить. Почему нас боятся? Почему нас хотят не допустить разными способами? Потому что они знают, что если мы добьемся своего, то есть если вы будете активно работать, чтобы вы спали, то точно комиссия будет работать как положено. Поверьте мне. Потому что комиссия почему это нормально работает? Потому что им проще сделать, как бы требует, чем с вами спорить. Если будет требовать, разумеется. Вот только так, только давление лежит. И так, что мы проверяем? Смотрите. Первое, что вы проверяете, смотрите, когда вы зайдете в комиссию. Комиссия это, так еще, когда вы зайдете в помещение на голосование. Там, где работает комиссия, да? Помещение на голосование в большую пространство. Ну вот оно больше этого точно. Это зал спортивный, это зал актовый, это столовая. Может быть, или кому-то не поведет, будете в коридоре школы выходить. Ну вот, например, типичный пример школьного коридорного участка. Вот вам говорят, вот, пожалуйста, ваше место. Да, там прям вот стул, стул там, несколько, да? Для вас садитесь, пожалуйста, вы здесь работаете. Спасибо большое. Кладем у нас свой стул. Значит, сумку. Подтягиваем туда, если это возможно, у вас структически себе. Все, организовали работу. После этого проходите по всему участку, что вы проверяете? Смотрите. Первое, что вы проверяете, то место, которое организовано для наблюдения, как называемое, по закону положено, не обязаны его образовывать. С этого участка, с этого места вам должно быть видно, что? Во-первых, столы выдачи бюллетеней. Там не работает комиссия. Во-вторых, урны избирателей ящики, там, где опускаются. И что? Должно быть комбинка доносовальная. С этого будет три точки должны видеть. Вот, например, типичное нарушение, видите, да? Во-вторых, я сделала специально, чтобы видно было. Какое здесь нарушение? Видите, столы. Вы их не видите, тут потому что мешает нам этот... Там тикус. Там тикус растет. Мы не видим, что там происходит. Вот с этого места, в этом участке мы не видим, что происходит. Это типичное нарушение. Что с этим делать? Запомните, алгорит очень простой. Если вы видите нарушение, например, вам дали место, вы садитесь, ничего не видите, вы требуете установить это нарушение для начала. Требуется сначала устно. Не надо сразу жалобу писать, ребят. Жалобу, например, долго писать, а потом по каждому типу жалобу не напишешься. Итак, алгоритм очень простой. Я сейчас расскажу алгоритм, который работает. И остальные алгоритмы не работают, обещаю. Сначала попросите вежливо и устно. Пожалуйста, устраните вот это право нарушение. Например, обеспечьте мне обзор с этого места, чтобы я видел работу у членов комиссии. И они должны делать что? Они либо убирают фикус, убирают, зачем он там стоит? Либо, если невозможно, может быть, это стол. Это бывает, стол будет, там, решает все. Либо вы место меняете, да? Чтобы мы отдали это самое. Вы могли видеть это все. Окей, они уходят. И говорят, сейчас, подождите, через 15 минут она... Хорошо, я вам там 15 минут, но чтобы вы бы исправились. Окей. Они уходят. Через 15 минут даете маленькое время. Не полчаса, не полчаса, не полчаса, достаточно. У нас не достаточно устроить любое право нарушение, которое можно устроить в принципе. 15 минут и все. Через 15 минут возвращается к этому вопросу. Устранили или нет? Ну, допустим, не устранили. Как обычно, не устранили. Вы говорите, помните, мы общались с вами? Специательно все это делалось, да, разумеется? Руководство. Не ли там вообще, на руководство все это задаете вопросы. Говорите, смотрите, мы 15 минут назад договаривались, пожалуйста, устраните право нарушения, или я буду жалобаться. Они говорят, хорошо, хорошо, опять не устраняем. Еще через 15 минут приходите, говорите, помните, мы договорились, помните, я жалобу, что вам написали. Вот, либо вы сейчас устраняете, либо я пишу жалобу. И вот здесь она, они. Вот, один. Писает, вот здесь, замкнут. И либо устраняет, либо, ну, пишите жалобу. Почему они боятся жалобу? Объясняю. Почему они боятся жалобу вообще? Их не принимают и так далее. Не потому что они такие злые. Они, конечно, злые, но они не по этому поводу злые. Смотрите. Дело в том, что в протоколе есть последняя строка. Называется она количество полученных жалоб комиссии во время голосования. Туда нужно вписать это количество. Так вот, правило очень простое. Чем больше жалоб, тем меньше премия. Понимаете? Именно потому что работа комиссии оценивается в том числе и в основном, в том количестве жалоб. Все очень просто. Именно поэтому они не хотят, чтобы была премия ниже. Поэтому они боятся, в смысле, не принимают даже у вас фишечки, не принимают. Хотя они не имеют права не принимать это. Понимаете, да? И поэтому это действует. Не надо сразу писать жалобу, пожалуйста, да? Вот на это нарушение. Сначала вы говорите, что это будет четко. Только, пожалуйста, делайте это четко и не требуйте этого постоянно. Нарушение. Они вам сказали, если они убежали и не справились, требуйте, ну, продолжайте требуйте. Непрерывное это вот, это нарушение называется, бежевое. Да? Вот. Вот здесь вот они должны были либо фикус убрать, либо место поменять. Так, чтобы выглядели. Понятно? Вот как это вот. В этом нарушении. Вы проходите, смотрите, что? Чтобы были все, что было подготовлено, у нас кабинет должны уже стоять. Со столками, да? Столы должны быть выставлены, ваше место должно быть оборудовано. Должна быть вывечена форма протокола. Это такой большой большой стенды с материалами ООО. Не агитация, а информационным материалом организации ООО. Я в партиях, да? Все это такой стенд большой. Ну, вот такой вот, например. С телефонами организации и так далее. То есть, специальный стенд обвиняется. Вот. Соответственно, вы это все проверяете. Это быстро вам 10 минут. А дальше проверяйте самое важное на самом деле. Дальше подходите к комиссии. И очень настойчиво, очень вежливо. И можете показать вам книги из кематора. Это центр. Центральная вообще часть всей этой махинации по нормальным вопросам. Если вы за ней сможете привести нормальное наблюдение, то махинацию со вброса сделать будет невозможно так, чтобы она не была видна всем вообще. А вот если вы не будете этого делать, то есть не сможете привести наблюдение на книгу избирателей, то этот вброс будет сделан так, что вы даже не заметите, которые все ваши цифры совпадут. Хотя вброс будут в два раза. Вбросы, запомните, делаются не пять блюдей, и не десять. Их сотнями выбрасывают. А конкретно сотнями, чтобы вы понимали, их же придется выбросить столько, чтобы увеличить в два раза явку и голоса за единую Россию. Вы понимаете? В два раза. Это значит, у вас реальная явка будет 400, например, избирателей на участке или 500. Еще столько же положат. Им придется положить, чтобы нарисовать нужный результат. Почти ей нужный результат. Понимаете? Имейте в виду. То есть опять там кто-либо выбросил. Итак, каким образом вы делаете? Вы вежливо просите показать списки избирателей, они говорят, вы не имеете права их трогать, вы видите, хорошо, мы не будем их трогать, просто вы нам показываете. А вы стоите, я вам не вспомню. Что вы смотрите? Запоминайте. Здесь фразу вы запомните и прямо ее используем. Вы просите продемонстрировать вам в книге списки избирателей на предмет отсутствия посторонних пометов. Потому что именно так написано в законе, что посторонних пометов, именно так написано в законе, что ни посторонних пометов, не призвать не будет. То есть не будет. На предмет? На предмет отсутствия посторонних пометов. На каком расстоянии мы должны подойти? Повторяю еще раз. Никакого расстояния нету. Как нужно, так и подходите. Понятно? В прошлом нам запретили подходить. Что я могу сказать? Они не правы. Они могут говорить вам всего что угодно. Вы подходите так, как вам позволяет ваше зрение. Если нужно поближе, значит, подходите поближе. Включаете фото-видиокамеру, снимаете на фото-видиокамеру и глаза. Вот. Что вы делаете? Вам показывают. Вот так. Это пример. Лянец. Смотрите, вот так она вот. Вам ее показывают. Что вы смотрите? Вам каждую страничку показывают? Медленно, чтобы вы видели. Каждую страничку показывают? Смотрите, вы смотрите, чтобы на полях, во-первых, вот здесь вот на полях, да? На внешнем поле. Или, может быть, на внутреннем поле. Вот здесь вот. Не было посторонних пометок, какие они бывают. Они бывают карандашом. Они бывают ручкой. Еле заметно такие. Либо они бывают, как вы видели, иголками. Да? Зачем их делать карандашом? Что потом их удалить? Что-то не должно быть. Что вообще происходит? Давайте объясню. Механизм, чтобы вы понимали. Смотрите, для того, чтобы вброс в 500 бюллетеней был незаметен во всех цифрах, что у вас сходилось, им нужно сделать следующее. Им нужно, во-первых, физически их положить. Понятно, что потом в подсчете они участвовали. А главное, их нужно выдать. Как бы выдать. Да? Как бы люди пришли, как бы проголосовали. Их надо выдать. То есть, мы же не будем всем выдавать. Нужно выдать тем людям, которые не придут точно. Понятно? Вот здесь отметка стоит. Против тех людей, на которых мы знаем, что они не придут по разным причинам. Будь то они умерли, будь то они выписались, что просто здесь еще не стоит такая информация. Она не очень быстро навыкается. Либо где-то мы узнали, откуда информация прошла. Например, мы пошли по дамам из России. Обректирую науку. Какой-то же был. Просто сигнал уже поступает, побольше, что я прошел, чтобы придать, но я вообще не... Или собескажут, да, там, чек. Ну, почему так? Вот они стоят галочки, что за них можно выдать величие. Они точно не нужны. Почему мы об этом знаем? И даже если у вас не будет на участках ни одного, каждые выборы, буквально каждые выборы, люди приходят, один-два случаев, мы об этом узнаем. Они приходят на участок, обычно до конца дня уже, там, в 7-45 последний, и с удивлением узнает, что он уже проголосовал. То есть ему выбрали блютейн. И, знаете, скандал, на самом деле. И кому-то из вас поведет, кому-то из вас в небольшом количестве поведет, вы это услышите. Человек будет весьма недоволен тем, что он хочет проголосовать, а ему нельзя голосовать. Потому что нельзя же будет еще раз блютейн. Потому что грубейшее нарушение будет. А он не голосовал. И если вы вдруг это услышите, увидите, вы должны будете фото-видеокамеру включить, все это фиксировать, потом сообщить, мы будем с этим отдельно разбираться. Это вот как раз признак, там, где они ошиблись, вот так вот всплывается такая фиксификация. Похудка фиксификации, да? Ну, чтобы этого не сделать, сейчас, чтобы этого не допустить, вы должны будете следить. Вот это центральная точка этой фиксификации. Если вы за этим следите нормально, то они ничего не смогут сделать. В этом случае будет, надо спросить, чем они полиция, кто у нас. Ну, конечно, конечно. Там полицию вызовем, все это оформим в виде... Нет, даже не про рискывание списка избирателей, как раз персональные данные. Рассказываю. Это основная проблема, мы не имеем права, потому что... Еще раз. Мы смотрим глазами сначала. Ага. Мы смотрим глазами вот сюда вот. Поля. И вот сюда. На полях побольше остается. Иногда остается на фамилии. Вот на полях фамилии, да? Точка, галочка, плюсик. Какой-нибудь знак, короче, там. Вот. Если вы это заметили, и тем более, если вы заметили на каждой странице. Еще раз повторяю. Для того, чтобы это обеспечить, их нужно много бросить. То есть сотни. Каждой книги, на каждой странице, примерно 10-12 этих слов. Срочек. 10-12 этих слов. И поэтому, если они так вот делают, это на каждой странице будут такие 1-2 пометки. Можно вопрос? Даши. А я хотел спросить, а как с обменой журналов быть? Бывают же такие случаи, когда в конце дня они просто берут заполненный журнал. У вас будет вторая точка контроля. Потому что только первая точка контроля. Еще вторая такая же будет ночью. Ну, давайте. Возьмите до конца. Возьмите. Наше действие. Секундочку. Сейчас скажу. Итак, вы глазами смотрите за полями и за вот этими за строчками. Если вы видите регулярно в этой книге, во всех книгах проверяйте, их 8-10 штук у вас. Каждую страницу. Каждую страницу. Вам показывают. Вы смотрите глазами. И как только вы видите такое нарушение, это серьезное нарушение, посторонняя пометка. Во-первых, громко говорите. Уважаемый представитель комиссии, я вижу здесь серьезное право нарушения, посторонняя пометка. Устраните ее, пожалуйста. Еще раз повторяю. Общий правило такое. Есть право нарушения, требуем его установить. В этот момент начинается спор на самом деле. Что это такое? Вы все это на видео снимаете. Это очень серьезный момент. Дальше вы нам об этом, конечно, сообщаете в чате. А снимать мы имеем право? Подождите, я не закончу. Друзья, не прекратите. Видишь так, я последовательно говорю действие. Сначала вы глазами наблюдаете, потом вам быстренько пишите. Ребят, на таком-то участке видим пометки. Разгораемся. Мы ставим пометочку и к вам выезжаем на самом деле. Помогайте, потому что дальше без нашей помощи вы ничего не делаете. Вот. Дальше. Если я не начинаю с вами спорить по-разному поводу, что угодно, не важно, что они говорят, вы тут пишите, во-первых, жалобу. Один из вас пишет жалобу, потому что это серьезное правонарушение. И наша с вами задача сделать так, чтобы не стерли этим самым продалением. Ну, стерли, потому что это обычный кадр. Поэтому мы будем стерли. Вот. Почему? Как только мы это сделаем, по требованию встретения устраняется это сатурн, то они не смогут нормально эти самые выдавать бюллетени фальшивые. Ну, как бы выдавать удаление. Понятно, да? В этом суть этой важности. Важности этой точки. Наши задачи добиться этого. Что обычно происходит? Вы требуете, они этого не делают. Если они скажут, идите нафиг, что-нибудь скажут, короче, вы нам об этом сообщите все. Мы, во-первых, прибежим вызов полиции, дежурной полиции, в смысле того, кто там сидит, кандидат либо представитель партии приедет вам разбираться, и вы будем уже посерьезно проверять, это будете делать не вы, а кандидат либо полномочий представитель партии, потому что они ему не вместов отказать. А если надо будет, из детальной комиссии приедут с проверочкой, что там происходит? Ровно так будем действовать. Здесь это очень серьезно. Это, наверное, здесь переключу место, где мы проверяем. Вот это вот одно из них. Видите, это центральная штука. Вот. Понятно, да? Каждую страницу, останется в каждом дне 10, каждый страниц всего 8-10 штук. А как это дадится? Чей? Свои? Свои. Свои? Ну, саму. Не мои, но люди, которые с тобой будут заботиться. Там, да. А там шерплилоны разными допустимодом присягнуты? Значит, смотрите, эти пометы должны быть незаметные, потому что идти ему удалить водок. Понятно, да? Они должны быть максимально незаметные, поэтому они очень легкие и продажные будут. Это там, где он удалить серьезно, полхотка. Да. А иголочка, ты говорил, что может быть прокол небольшой. Его как устраняют? Дальше будет скандал. Что же это понятно? Если эта помета неустранимая, почему-то, да, а ее нужно устранить, для этого есть копия. У каждой книги есть копия. Она лежит в специальной комиссии. Она лежит не для того, чтобы ее подменили, а для того, чтобы в случае потери, утери, кражи, пожара и так далее этой книги ее можно было максимально быстро предоставить для продолжения голосования. Иначе без нее нельзя голосовать вообще. Понимаете? Вот, а поэтому копия лежит в специальной комиссии в подхиве. И поэтому в теории, если эти пометы нельзя устранить, то мы должны потребовать замены на копию. Вот. Это к вашему вопросу. А на копии написано что на копии? Да, тут написано, смотрите, у каждой книги есть экземпляр. Экземпляр номер один. Книга номер один из трех. На самом деле из десяти. У вас мазарские книги, это не много. Экземпляр номер один. Значит, есть экземпляр номер два. Вот этот копия. Жить и ждет всего часа. Да. Копия потом нужно будет заново перепроверять? Конечно. Еще раз. Это первая точка контроля. Утреннее. Первый бой у вас будет. Утреннее. Он длится полчаса рассказывает. Ой, перепалка, ссоры начинается вот с этого. С семи до пол восьмого. Да, где так. Это довольно много. Если отказываются, они показывают. Ну, они, конечно, отказываются. И не стремить на листах. Они что делать? Либо они отказывают, либо начинают как книжку. Как книжку листать. Вы говорите. Вы нам сообщаете, что они отказываются вам. Мы там приезжаем и вместе пишем жалобу. И после этого, с утра первая жалоба, до открытия еще получит решение конессии, или цикербэк, потому что цикербэк у нас есть свои люди. Но они получат пить дюре оттуда уже. И будут по-другому немножко работать. Друзья, то есть вы будете молчать, что вам не дают этого делать, а мы об этом узнаем в обед, вы будете познавательны, ребята. Давай снять. Они будут, вот здесь они понимают, они сами все понимают прекрасно, что это центральная точка, это самовоцинация. Поэтому максимально вам осложнят эту работу. И в лучшем случае будет вам давать вот так вот. Быстро, быстро. Между, да? Поэтому, вы говорите, спокойно. Открываете, я смотрю по моему сигналу, переворачиваю, что, ровно так. Нет, я не скажу, вы что эти тут стоите? Тогда мы приедем с полиции, еще раз повторяю. У нас есть только один законный способ у них потребуется. Жалоба и полиция. Если это открытие, тем, что мы должны проверять полиция, поверьте мне, не в ТИКУ, не в ЦИКУРБ, где морозят, не нужно лишнее. У них так, как в ЦИКУРБ, мы ничего ухем строим. Потому что там тоже есть отмороженная комиссия. Вот. И вот таким образом вы вдвоем это делаете, чтобы быстрее было, да? У вас двое. Если у вас двое уже на участке, если один будет, то вы будете дольше. Итак, проверили на предмет наличие посторонних отметок. Кому-то из вас повезет, а предметов не будет. Это тогда быстро проверите. Кому-то не повезет, а предметов будет, а вы будете биться. То, что вы устранили. Главное, устраничка. У кого-то будет так. На всей книге будет, вот вся книга, это 10 листочек. Дай там на каждой листочке 10 человек, примерно 150 человек, короче. И там будет одна пометка. Ну, просто одна пометка во всем, во всех них. Снег на карандашом. А вот такие были откровенные, галочки стоят. Если вы сотрете ее, даже без жалки можно обойтись. То есть одна. Но если вот их будут на каждой странице по одной двее, это, как раз таки, массовая амплификация. Это, понимаете ли? Итак, где-то к 7-45 у вас должно все это закончиться, потому что еще есть важная процедура, которую вы тоже будете наблюдать. В общем, в 45 мы должны это сделать. Нет. К 7-45 у вас должно все это закончиться. Понятно. Потому что у них по себе открываться нужно было, да? Еще есть очень важная процедура. Называется она «Опломбирование избирательного ящика». Объясняю, что это такое. Сейчас объясню. Покажу, что будет, если его это не делать, а потом объясню, как это будет. Смотрите, что происходит, если этого не происходит. Не делается. Или делается без вашего участия. Двойное дно не было смотреть на там все. Смотрите, вот это вот работа комиссии, когда у вас нету. Это выборы президента 18-го года в Казани. Смотрите, никого нет. Никто не мешает. Все самое главное будет. Да и еще тоже посмотреть надо. Два избавляет от ящика. Они прозрачные у вас будут, конечно же. Вы их будете видеть на сквозь. Смотрите, просто. Оп, подняла и положила пачку. Сейчас вторую даже порой. Подняла и положила. Видите, поднимается. Почему это происходит? Они не могут положить в щель, потому что щель маленькая, специально, чтобы не было вопросов, как сделано, да? Там пара глючений с трудом проходит. А вот поднимать можно только, когда она не отлоббирована. Вот. Вот, чтобы такого не было. Клеят? Не клеят. Ну, там стягивают. Стягивают помы. Это сейчас у вас будут стяжки, такие пластиковые, одноразовые специальные. Одноразовые пломы это называется. Вот. При вас это все происходит. Довольно быстрая процедура. Значит, смотрите. Вам нужно сделать так, ну, потребуется так, чтобы это было либо с двух, либо с четырех сторон, как за петлей специально цепляется, затягиваясь до конца, как стяжка, до конца. У этих пломб уникальные номера также. Вы их фотографируете, чтобы эти пломбы вдруг не срезали, не меняли в честь дня. Почему-то. Вот. Еще раз. Их пломбируют так, чтобы крышка пломб на сидела нельзя было открыть. В этом суть будет полный рот. Понятно, да? Вот. Только, пожалуйста, пожалуйста, когда не пломбируют, не надо руками ее пытаться открыть. Не надо. Потому что, если вы это сделаете, это уно, вот она, у вас такая же пластиковая, она очень хрупкая. Вы можете ее просто разрушить, она правда очень хрупкая. Она на сопля, грубо говоря. Пробломбах, это я вам скажу, вопрос. И вот, ты чехолочко берешь напильники, расстачиваешься и одеваешься, она потом обратно же снимается, вот эта пломбль. Я не знаю, о чем вы говорите, но те пломбы, которые используются. Я знаю, что это номерные. Номерные пломбы. Номерные они. Номерные. Вот нет. Струна ты идет, берешь напильники потихонечку, одеваешься, и потом тебе надо... До первой инфляции, когда она новая, он это имеет. Это ответственность. Да, 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 зубчики. Преговорительно вам говорить, можно расширить и делать. Потом, с виду она как будто запомпирована, но потом ее можно открыть. Да, да. Как это заверяется? Любую очередь. Смотрите, вас поставят две, либо четыре. Зубы, попросите их просто при вас, только на месте сами. Вот именно я хочу вот это обещать. Попросите их растянуть. Да, да, да. Пожалуйста, не трогайте сами, ради бога. Нет. Я... Покрышку вот так пальцем немножко пошевелить. Можно? Повторяю еще раз. Если вы никаких проблем, никого ничего не трогайте. Пожалуйста, ребята, не надо ничего трогать. Вас там удалят, и я с вами ничего не сделаю. Никто вас не верет обратно. Ничего не трогайте. Для того, чтобы требовать по закону работы комиссии, надо никого ничего трогать. Не надо. Вам это ничего не даст. При вас должны опломбировать двумя, либо четырнём обуви. Не с одной стороны, как притяг, чтобы работала с двух противоположных или с четырёх желательно. У них запаса пломба. Если вам будут говорить, у нас этот пломб, это всё враньё. У них запаса, чтобы 20 пломб выдано. Если двух их почему-то нету, то директориальный комиссии с удовольствием привезёт, через 15 метод у них будут все пломбы необходимы. Понимаете? Вот. Еще раз. Присутствуете при вас на то, где пломбируются. Дальше. Поэтому где-то 7-5-5 должно быть закончено, потому что вы выпустите. О чём? О том, чтобы они при нас. А что они нам будут сначала зуб исправить, будем их снимать, а они будут уже от вами. Что вы их снимаете? Мы будем снимать, смотреть вот эти листы, книги. Они в это время будут вам задавать. Вопрос понял. Запомните, пожалуйста, правило очень простое. Все процедуры выполняются по-сле-до-в-а-ке-ль-но. Сначала работают с книгами, потом убирают избирательного. Без нас они не могут делать. Нет, они могут делать без вас все что угодно, поэтому у вас двое есть на всякий случай. Поэтому возьмите, что-то будет. Одно делать, другое будет. Если вдруг придётся тогда разорваться. Поэтому у вас двое. В этом смысле вы поняли, почему у вас двое? Что нафига творится, а у вас всего два глаза. Ящики проверят, шарулеточку надо будет. Глубину и гусотроточку. Друзья, запомните, пожалуйста, ящики раньше были непрозрачные, всякая фигня творилась. Сейчас пластиковые одни за скользь. Ну вы продрачные, видите на видео. Не волнуйтесь, двойной одна там уже к счастью невозможно сделать. Итак, и в 8 часов утра мы начинаем работу, комиссия открывается. Первый стайпер разлетает и голосует. Весь день голосование головой на самом деле. Вы сидите, что вы делаете? Вы сидите и считаете я в ход, Причем оба считаете. Вот ваша пара работает, вы независимы друг к другу. Ставите галочку, вам выйдут специально шабоны такие. Галочку ставите, считайте, считайте. Зачем мы это делаем? Объясняю вот. Это самый простой способ, самый доступный, самый надежный способ понять, что в комиссии что-то мухлюют. Объясняю как. Смотрите, вы будете считать, только запомните, правило очень простое, пожалуйста, его предыдуйтесь. Ставите галочку, когда человек пришел и положил бюллетень в урну. Не когда он зашел. Не когда он сел получать бюллетень. Не когда он его получил, когда он положил в урну. Это важно. Положил, галочку поставили. Следующая Галочка. Все. Считаем, autom תis. Каждый человек один свой квадvel бюллетень. И семья И семья не сможет за себя... У вас будет два блютения? У вас же нет? Нет, только два. И динами просто будут там динами, блядь. Поэтому их сложат. И боюсь, что даже два не положат сразу, на самом деле. А если семья придёт и будет пихать свои шесть блютений, не получится. Они всё равно по одному и будут пропускать. Ну просто там щель так специально сделана, на самом деле. Ну вот. Читаем, читаем, читаем. Объясняю, что происходит. Каждые два часа нам будут объявлять официальную репту, да? Вам будут говорить в комиссии, прям объявлять официальную репту, они собирают всё, и мы её через интернет узнаем. Вот. И что происходит? Каждый выборает та и та же фигня. Смотрите, вы нам говорите свою ябку, они говорят свою ябку. Каждый два часа мы проверяем. Ну там расхождение плюс-минус 10 голосов, нормально, где-то ошиблись. Но в один определённый момент времени, если им нужно просить много, оно не произойдёт. В один определённый момент времени, например, в 4 часа или в 4 часа вечера, это ближе к второй плане. Вы нам говорите, ябка там, 453 человека. Они нам говорят, ябка 953 человека, мы слегка в недоумении. То есть, до этого они шли вровень, а потом фига, большой скачок вперёд. Понятно, да? Что это происходит? Вы же видели, вдвоём наблюдали, взрослых не было, ябка-то вот она. Это значит, что они готовятся, им цифру спустили сверху, они её подготовили, нарисовали. И вот потом им нужно её как-то физически организовать. Да, реализовать. Да, реализовать. Это значит, нам сигнал, что ага, они к этому готовятся, вот к этой цифрочке. То есть, мы себе галочку ставим. Вот усиленное наблюдение именно на этот участок. Потому что на некоторых участках у вас будет всё очередливо. У меня такой вывод. А в какой день самая высокая вероятность? Последняя или... Последняя? Нет, то день, когда у вас не будет. Самая высокая вероятность. Поэтому три дня нужно будет. Ещё раз. В мою часть участковую я у вас буду сходиться. Плюс-минус 5 патруля такое было, я наблюдал это лично сам. Я говорю, часть комиссии работает для честных. А как при этом разделяются электронные ябки и личные? Какая я думаю? Ну, электронное голосование же это будет. Электронное голосование есть в семье регионов. В России нет. И в Башкирии в них пока не в поисках. Там отдельный геморрой будет. Я очень незавидую людям, которые там выводятся. Если мы наблюдаем расхождение, то мы должны вам позвонить, да, чтобы... Расхождение мы будем набрать, а не вы. Вы нам соответствите. А, ну да. И мы вам сообщим, если что-то там подозрительное происходит, мы вас предупредим. Ребята, не волнуйтесь, это мы проверяем у себя ждать. Не, ну, они же тоже проверяют. То есть каждые два часа оглашают явку и сравнивают. Не все, конечно, это делают. Они просто по телефону сообщают туда себя. Иногда не все. А сами должны они это делать? Нет. Какой на? Спокойно. Сейчас объясню. Значит, смотрите, ежедвухчасовая подача официальной явки, это в законе не прописано. Это у них так процедура устроена, но в законе этого нет. Но! Что в законе написано? В законе написано, что вы имеете право требовать данные, и они не имеют право отказать. И поэтому, если вы у них спросите в этот момент, ну, если они вам ополчат ее, если вы у них спросите официальную явку, они не имеют права ее отказать. Да, запрашивайте все данные у кого? У председателя, если его или ее нету у зама председателя, а если и его, и ее нету у секретаря. Вот эти три человека обладают цифрами и имеют право и обязанность вам сообщать, и не имеют права вам отказать. Читайте. Они проходят по журналам и считают. Это 10 минут займет. Каждые два часа мы сегодня их получим официально. Мы с вами выпускаем. Мы с вами выпускаем. Он должен по журналу количество высказать. Вы запрашиваете данные официальные по выборам. Он должен сказать, да, вот такая цифра. Или отказать вам. То есть отказать, и уже другой разговор совершенно. Итак, вы ведете наблюдение за явкой. Понятно? Неважный момент. В пятницу, и в субботу, и в воскресенье будет надобное голосование. Люди, которые почему-то в обычном состоянии здоровья не могут прийти, они просто прийти на дом и проголосовать. Обычно это чудо. С утра, после открытия уже, где-то в 8-15, когда уже первый сайт убьют, будет никого на самом деле, да, обед у нас обычно никого не бывает. Вы спросите, а сколько у вас заявлений на надобное голосование? Потому что его с седьмого числа, по-моему, уже принимают эти самые заявки. Телефон не лично, не приходят и просят, да. Они говорят, какой день лучше к нему пристать. В пятницу, в субботу или в воскресенье. И поэтому на каждый день есть свой реестр. Вы приходите в пятницу, с утра открыли, комиссия поработала, все. Спрашиваете, а сколько у вас заявлений на надобное голосование? Они вам говорят, пять штук. В пятницу, там, десять штук. В субботу и пятнадцать штук в воскресенье. Или говорят, идите нафиг. Или, а мы не знаем, ничего у нас в реестре нет. Три варианта. Развиться будет. Вы нам в любом случае все это сообщаете. И вот. Если мы видим цифры на надобное голосование маленькие, или же заявок, то 5 штук в день. Мы вам скажем, все нормально, ехать никуда не надо, пусть ради бог голосуют. Ничего там, ничего не будет голосовать. Но если же мы от вас получим информацию о том, что заявок на надобное голосование больше двадцати, в городе больше двадцати, это странно. Потому что в обычном городе двадцать за год прием. Пятнадцать двадцать. Бывает там пятьдесят, бывает. Сто бывает. Сто пятьдесят бывает заявок. Странная очень цифра. Вот это вот вы поедете обязательно. Это сразу. Да? Поэтому у вас двое. Каждый день? У вас в день или я? Каждый день отдельно. Поэтому спросите каждый день отдельно. В пятницу сколько? В субботу сколько? Мы заранее об этом в пятницу с утра получаем информацию и уже прикидываем, да, как мы будем работать. Вот. Но хоть запомните, пожалуйста, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье до двух дня принимаются заявки еще. То есть их станет больше, слегка больше, слегка больше. И на сто больше, а слегка больше, понятно, да? Вот поэтому цифры поменяются. В субботу она станет чуть больше, и в субботу она станет чуть больше. Понятно, да? И так, еще раз, если заявок будет мало, мы вас не отправим. Так делать нечего, на самом деле. А вот если будет больше 20-30, мы у вас, одного из вас, один из вас именно, да, из пары поедет к нам в дом и был сам. Да. Вот тут на выездное заявление 5 часов поступило, а в лютине как? В лютине, нет. В лютине выдается с небольшим запасом. Запасами или без запасами? Запасами берутся. Нет, запасами берутся. Есть специальная норма, не больше чем 5% этого самого количества заявлений, но не меньше двух штук. Вот так вот. По телефонному звонку только выезжать. Заявление принимается по телефонному звонку, либо лично человек, заявитель приходит и говорит, пожалуйста, приедьте в таком-то день к такому-то человеку по такому адресу, потому что он, она не может в состоянии здоровья голосовать. Понятно, да? Либо по телефону, либо лично. Но если вам скажут, мы вам не скажем количество заявлений, или скажут, у нас нет реестра вообще, такое бывало, на моей памяти, у них не было реестра. Это очень крупное нарушение. Вы нам все это сообщаете, и мы вам организуем приезд из комиссии и большой скандальчик, потому что это серьезное право нарушение. Потому что реестра нет, это значит, что у них есть бумажка, вот такая вот бумажка, и там карандашиком непонятно, что написано. Реестра на самом деле есть. Просто нормально, реестра не заполнена. Это специальная форма. Ее обычно либо по незнанию, либо специально, чтобы потом плюс соточку туда нарисовать, левых вот этих волосующих как бы. Понимаете, да? Это серьезный сигнал, что я там на месте. Это все решается быстро, с вами надо сообщить. Итак, мы от вас получили цифру, на то мы с вами прикинули, кто как. Едем, не едем, все. И вот весь день считаем явку. Понятно, да? Что может произойти в этот день вот на участке? Вот толпа людей ходит, не толпа людей ходит, никого не ходит. В зависимости от того, сколько будет явка. Явка в среднем будет процентов 25-30 максимум. В городе у вас 20 даже будет, скорее всего. Поэтому это будет очень мало людей, имейте ввиду. А наши будут размазаны в три дня. Имейте ввиду. Поэтому вы все будете спокойно видеть. Вот. Кроме тех участков, где будет подвоз, заходом, автобусом, и там толпа может набежать, в один момент, в очередь. Потом убежать. В какой-то же город. Вот. Что интересного? Самое интересное, что вы можете увидеть на этом введении голосования, это вброс. Но боюсь, что нет. Что никто из вас его не увидит. Потому что если вы будете нормально работать, то никто нормальный, если не будет под вашими глазами все это делать, что невозможно. Ну, в смысле, вы это увидите, в свой скандал. Вот. И поэтому вряд ли кто-то из вас в жизни не увидит. Но если вы вдруг, когда глазами смотрите, проходя мимо урную, увидите там пачку, она прям хорошо видна, она сложная, пачка выбросов, пачка на людей. Они вот так лежат, очень хорошо видны. У нас явка маленькая, урна будет заполнена прямо на донышке, что называется. И сразу фотографируете, сразу нам пишете, и после этого мы устраиваем приезд в полицию и попытаемся ее опломбировать и отстранить от участия. Общем правиле такое. Если урна есть вброс, ну, каким-то признаком есть, его мы зафиксируем, но нужно урну опломбировать, ее отстранить от участия в голосовании и потом в подсчете голосов мы можем ее полностью считать недействительной, полностью ее все, все вот детей, которые там есть, состоятся аннулированными. Вот так, по закону, если как-то слушать специально. Ее нужно добиться. Это очень трудно сделать, но если получится, мы с вами ее сделаем. Там, где вы лично все это будете видеть. Понятно, да? Потому что без ваших личных свидетельств, личных фотографий и записей в фото и видео ничего не получится. На слова это вот не объяснишь никому. Понятно? Да. Там какой-то документ тоже смотреть как или что? Сейчас объясню. Смотрите, надобное голосование, заявление на надобное голосование, это реестр, там по фамилии, куда едем, кому едем, адрес и или кого, собственно, голосующего. Потом они берут по этому списку, сколько человек едут, плюс 2-3 бюллетеня с запасом, уезжают, комиссию, если вас там не было, комиссия возвращается и каждый выезд оформляется актом. Актом о выездном голосовании, так и называется. Вы можете его проверить, чтобы цифры расходились там тоже. При возвращении они их тоже посчитают. Потому что они вернутся с оставшимся бюллетенем. Такое всегда бывает. Например, в заявлении 5, на сегодня было, мы едем с семью бюллетенями с запасом, и проголосовало трое. Потому что до двоих не достучались, а один сказал, идите нафиг, я ничего не сказал заеду. Такое тоже бывает. То есть они лишнее вернут, это вот прям 100% я вам гарантирую. Вот они все это, цифры вносят, мы должны просто, если вы не ездили, вы должны при возвращении этот акт увидеть, его составить при вас. Нам быстренько посчитать это несложно. Вот. Вот еще он, собственно, в этом вот подобном голосовании, там ничего сложного не было. Вот. И так. Собственно, приходим к концу дня собственно к подсчету голосов. И здесь есть железное правило, запомните его, пожалуйста. Какая бы хорошая комиссия в течение дня не была, в течение трех дней, там бы хорошо она с вами не взаимодействовала, какая бы у вас явка не сходилась, ну там, что называется, все четко, у них есть шанс от вас избавиться. Без суда. Каким образом? Если вы выйдете из помещения для голосования и не вернете в 80-х совете, когда его закрывают, вы не попадете, и уже все, на наблюдение за отчетом голосов. Понятно? И поэтому правило очень простое. В 19.45 сходите на свой стульчик и не встаем снова. Что бы вокруг вас не происходило. Потому что в этот момент что может произойти, и это сейчас я не выдумываю, это были такие случаи с вами. Свет выключается, полностью вырубается свет, выключается. Поступает звонок о заложенной бомбе. И нужно всех наруклировать. Призять скоро, потому что у председателя комиссии инфаркт. И это правда. В смысле, ситуация была реальная, инфаркта не было. Понимаете? И что-нибудь еще происходит. Другая странная. И все типа уходят. Знаете, ну, покиньте по вещам, что-нибудь такое. Нет. Вы посадитесь вот на этом в стульчике, и все, ждете 8 часов. Потому что вас должны закрыть внутри в помещении голосования. После этого вы будете уверены, что вы сможете провести это само наблюдение за процедурой подсчета голосов. Понятно? Поэтому, пожалуйста, в 7 часов вечера сели, в туалет сходили, и все зарядили, все, что вам нужно. Ну, в смысле, аккумуляторы тогда, понятно, да? Все дела свои сделают в 7 часов вечера. Сели на стульчик. И дальше будет самая важная часть вам подсчета голосов. Потому что, если вы работали хорошо, они просто не могут физически сделать, у них есть шанс на почете голосов либо подбросить необходимому пальцу в нужное место, либо посчитать так, чтобы вы это не заметили, посчитать так, чтобы вы не заметили, насылать нужную цифру. Нужную цифру, он ему же сверху спустит и лезет. в каждом участке с вами нужно видеть. Разные. И это самая сложная часть работы, потому что там много чего делать надо. Там 11 целых этапов. 11 этапов, да? Но давайте запомним общие правила, а потом вам будет сильно проще все эти этапы сделать. Итак, общие правила следующее. Первое правило. Эти 11 этапов происходят последовательно, друг за другом, а не одновременно. Понятно, да? Последовательно. Далее. Каждый этап делает один человек. Процедуру, да? Один человек, за которым вы наблюдаете. Понятно, да? Третье правило. Каждый этап в этой части, да, это подсчет какой-то цифры. Им нужно высчитать что-то. И вот каждая цифра, которая получена в этом этапе, она должна быть оглашена вам громко вслух. У вас к ней, если есть вопросы нужно обсудить, собственно, в чем, если вы уверены в этом. Если вопросов нет, то ее вносят по увеличенную форму протокола, на стене, которая висит, для всех доступна. Какие нарушения бывают вот в этой части? Во-первых, комиссии, как всегда, говорят, давайте побыстрее, давайте все быстренько маха, у нас четырнадцать человек, да вы нам еще помогите, сейчас все зачастно справились. Ну, типа такой орган. Это первое. Второе. Цифры, которые получатся, у них в подсчете, они ее вам не голосят, у себя карандашком бумажечку запишут, все цифры запишут, и что вам ничего не скажут, и пойдут согласовывать. Ну, типа чай пить. То есть, они углютятся в помещение, в комнату для приема пищи, какая есть специальная комната, как положено, и там они начнут согласовывать с этим. Или, что они могут сделать? А, могут цифру вам сказать, но в увеличенном форме протокола не внести ее. Такое тоже может быть. Почему? Потому что, если цифра в увеличенном форме протокола, потом ее с ней трудно уже спорить. Понятно? Поэтому, вы должны будете добиваться вот этих принципов. Вот и все. Значит, ну, поехали, собственно, объясню, какие процедуры вычитываются. Первая процедура, самая веселая, это подсчетное погрешение неиспользованных бюллетеней. Объясняю, в чем суть. Я помню, явка будет низкая. Каждый участок получает около 3000 бюллетеней. Ну, стопка такая, да? Из них голосуют 20 процентов, дай бог, по вам поводу. Остается какая-то большая стопка гюллетеней. Две, на самом деле, по партии, ну, не важно. Короче, стопка гюллетеней неиспользованных. Их нужно сначала посчитать перекладыванием. Перекладыванием, а не как пачку в окно. Перекладыванием, все подсчеты проходят перекладыванием. Вот так, раз. Сейчас покажи, кто будет. Кто? Они? Мы же должны считать. Мы их должны трогать вообще. Вы проводите наблюдение за подсчетным голосом. Считаем, чем комиссия нам решающего голоса. Вот. Пачка. Раз. Вот так. Два. Человекомиссия. Подождите, объясняю, когда должно быть. Три. И так далее. Это требование закона, это не ваше требование. Смотрите, объясняю, как с ними работать. Что они будут делать? Они будут говорить, так, сейчас мы быстренько посчитаем. Как они считают? Значит, смотрите, аргумент здесь один, и он очень простой. И я, буду вам сделать следующим образом. Когда они будут готовиться, когда восемь часов вечера закроют, дверь, да? Все. Что они делают первое? Это стол составляет. Стол большой делает. И в этот момент встаю и говорю, уважаемый представитель комиссии, давайте сделаем так, чтобы выборы прошли честно, и все процедуры выполнены по закону. Так? Так. И поэтому, я буду опираться на требование закона, буду цитировать. Закон, если вам что-то непонятно. Они будут говорить, идите нафиг, это ваши бумажки, мы ничего не знаем. В этот момент я говорю одну простую вещь. Хорошо. Давайте сделаем так. Я вам буду говорить, а вы будете смотреть у себя в блокноте. Дело в том, что у них у всех на столах лежат блокнот избирательной комиссии. Это инструкция, она очень хорошая, поверьте мне. И там написано вот то же самое, что и в законе, и что в наших листах. там разобрана каждая минута работа комиссии. Это большая стопка, листов формата А4, вот их там необычно напечатано. Я их видел, они вот правда очень хорошие эти блокноты. И если комиссия с вами спорить, вы говорите так, это не мое требование, давайте откроем блокнот, прочитаем, и там все это написано. И комиссия идет, прочитает по блокноту. И по нему работает, и все у них получается. Вот. Дальше. Первая процедура. подсчет и погашение неиспользуемых людей. Эта пальчика считается перекладыванием. Раз, два, три и так далее. А, да. И у них еще и момент есть такой. Последний момент. Ну, как же так, давайте все разом навалимся, будет быстрее. Я в этот момент говорю одну простую вещь. Запомните, пожалуйста, и можете ее использовать. Я говорю так. Уважаемая комиссия, у вас есть два варианта. Либо работаем по закону, и у меня вопросов вам не будет вообще никаких. Мы сделаем это один раз, и к двенадцати вы точно пойдете домой. Ну, в смысле, не домой, я пойду домой, а вы пойдете дальше работать, вам нужно отвести итоги в международную комиссию сданции. Либо вы делать как хотите, а потом переделать как по закону. И мы тут точно должны с вами задержаться, а может быть больше. Потому что вы ошибетесь. Будете пересчитывать. И пусть дальше сами решают. Ничего я не буду делать. А я вам гарантирую, если они будут одновременно работать, они ошибутся. Я расскажу вам историю Женьки Павчук, которая со мной случается в этот момент. Вот. Вот просто аргумент, я их говорю там в начале, а в начале это просто. Так, да? Чтобы они понимали, ну, к чему они готовятся. Никто из них, поверьте мне, не хочет тут до утра сидеть и ковыряться в этих салон. И поверьте мне, никому из них не хочется фальсифицировать. Им это нафиг туда не курс, на них сверху ударить просто и все. И поэтому, если вы весь день или три дня хорошо работали, поверьте мне, им проще будет сказать там, когда будут сдаваться реальные цифры, и они будут не похожи на те, которые цифры не нужны, и скажут, ну, нам не дали. Два нехороших человека нам не дали, они нас оккупировали и заставили буквально. Им так проще будет сделать. Понимаете, да? Если будут чёрные... Они сообщать в этом случае, они не хотят. Конечно, конечно, конечно. Всё. Вот. Итак, первая процедура подчёт и погашение использования в бюллетене. Самая простая процедура, самая весёлая. Просто она пачка, ну, какая пачка, тофу. Они её посчитают, может быть, со спорами, вы потребуете её, но не посчитают, перекладывают. Всё. Дальше вот происходит весёлая часть процедуры, они будут вспоминать, что же такое погашение. А погашение это отрезание левого нижнего уголка руки. Левого нижнего. Вот. Лицё у него? Левого нижнего. Да? Вот. Они его должны отрезать. Я не рекомендую вам рядом находиться в этот момент с этой цепи пачкой, потому что если у них в руках топор, они будут себя убить палец. И это не шутка. Если у них в руках пила, они должны пилить, чуть-чуть себя пилить. Если у них шило, они начнут пытаться сверлить это всё пачку, она толстая, невозможно сделать. Если у них ножницы, они начнут резать, сломать себе ножницы. А некоторые, те, которые имеют связи с уроками труда, достанут сверлильный станок, начнут сверлить. Потому что они думают, что эту пачку легко и просто за один раз погасить. нет. Единственный способ фестрал или быстро это сделать, просто пачку разделить вот такие маленькие пачки и ножницами аккуратно пачить. Это самый нормальный способ. Можно же сказать по среднему, по исключению. Да, это всё происходит. Все в этой процедуру, конечно же, все это происходит. Это тоже акция. До подсчёта голосов вот это всё. Это первая процедура в курсе закрытия участка. 8 часов он закрывается, собирает стол и это начинается. Запомните, запомните, пожалуйста, что вам было проще проводить людей. Они собирают столы. Это такой большой стол. Четыре стола пришли собирать, такой большой. Что я делаю? Я говорю, уважаемые комиссии, давайте так, мы работаем всё по закону, и чтобы нам было удобно наблюдать и вам работать, делаем следующим образом. У стола четыре стороны. Мы встаём с одной стороны, мы наблюдать, в смысле, с одной стороны, а вы напротив. Напротив, почему? Потому что полтора метра социальной дистанции мы выдерживаем, мы вам не мешаем, причём мы не стоим над ухом, мы напротив вас стоим, всё видим, и фото, и видео всё производим, вопросов у меня к вам не будет, если так будете работать. Понятно, да? Это разумное требование, и именно оно позволяет нам провести все процедуры наблюдения нормально. Что они захотят сделать? Они захотят либо четыре стороны оккупировать, ну, чтобы толкой навалиться, что называется, да? Либо три стороны вот так, с трёх сторон стоят, в принципе, если они с трёх сторон стоят, а высота – это нормально, вы видите главное всё, что происходит. Главное, чтобы не было, чтобы они с четырёх сторон обступили и не дали вам доступа просто визуального контроля. А видеосъёмку как вести, когда они говорят, допустим, что мы вам отвели место, если вы с ним плачете? Можем ли мы подходить? Вот здесь вот начинается эта проблема, на самом деле. Она может у кого-то и днём начаться, но вот здесь у всех начнётся у вас. Вот как бы, конечно, хорошо я работала днём, вот здесь вот начнётся проблема. Смотрите, они вам будут говорить, ну, вот у вас место выделено по закону для охотно ведения себя, вы говорите, спасибо большое, а далее я буду работать и вести там, где мне удобно. Берёте телефон в руки, если он у вас в руках, и снимаете. Всё! Да пусть говорят, дороги бога! Затаме просто объяснили, что место для съёмки там употребляется во время дня голосования, когда уже идёт подсчёт голосования, значит, закончился, всё! День голосования, значит, заканчивается в воскресенье, Это как в рабочий день. Вы закончили, вы остались съёмочно. В этот момент вы не на работе. У вас какие-то другие нормативы. Здесь то же самое. Ну, ещё Минат, наверное, не сказал, что кто в тебя первая статья гражданского образа разрешает всё эффективно. Ещё раз, вы находитесь в общественном правом месте, поэтому вы всё фиксируйте в руках, если вам нужно в руках держать, держите в руках, не снимайте лица, сразу, да, я вас не буду снимать, вы снимаете процедуру, а не людей на самом деле. А если, ещё раз, поэтому мы хотим штативами, чтобы вы обеспечили себе, потому что это место для видеонаблюдения, оно обычно нормальное, если поставить на весь день, и пусть вы себе стоите, снимаете, а вам наоборот будет удобно самому. Если у вас двух штатив, и, как говорят, ну, так что попробуйте, вы можете попробовать. Да. Это не их пугать, их пугать в личности, это нам нужно, нам не дарить. Вот, ещё раз, если вам будут говорить, вы не имеете права, вы говорите, мы имеем права, у вас в законе прописаны эти права, фото и видеосемки проводить, с того места, вам удобно. Не снимая, разумеется, а не будете снимать крупным планом лица, вас лично, да, вы снимаете, 물ки вы снимаете, вы снимаете, это управляем вы минимуме accurate. Итак, вот эта самая коровка процедура самая веселая . 2 метра от стола, да, вы должны стоять там, как вам удобно. Хотите рядом со столом стоять? ствуйте рядом со столом. или полутора метров нет, встали и массу подели, встали и все, вопросов нету занимает 20 минут, если все нормально, если пальцы отрублены, то чуть больше они кричат обычно у нас дети дома не кормленные так ради бога, у вас тоже, вы тоже можете сказать все, у нас тоже дети не кормленные еще раз повторяю, я говорю очень просто, давайте быстрее говорю так, ребят, еще раз повторяю либо один раз, в 12 и мы все радостно уйдем, я вам обещаю, у меня вопросов не будет просто процедуры либо вы будете как хотите, а потом еще раз попроб Muslims Просто потому, что я потребую. Потому что вы будете с членом комиссии с правом совещательного голоса. А почему вы будете ей? Да потому, что именно у вас будет право потребовать пересчета любой цифры, которую вы не уверены. Просто это в законе написано. Если они будут оттачиваться, они будут один из процедур делать повторно. Потому что там четыре цифры получаются. И они каждую цифру будут попрещены. Да. Вот здесь просто. Идем дальше. Это первая процедура. Итак, они ее посчитали, отрезали и упаковали. Каждая процедура законченная закончилась тем, что... Подсчет теории их неправильно все сделали. Они же все считают. Вы должны потребовать, чтобы один человек... Да. Один человек должен договорить. Дальше. Вы это закончили. Цифра оглашена. Внесена в форму протокола. И посчитанные билетели должны быть упакованы в бумажные пакеты. Большие бумажные пакеты. Их упаковывают. Каждая пачка, каждый отдельный пакет упакованы. Их запечатывают. И пломбируются тоже. Запечатывают. Там просто бумага наклеивается и печать ставится. И вы должны расписаться через... На всякий случай. Через... Ну, тоже через папку. И за кого... Сколько штук пишет? Что? Ну... За кого там пачка вот эта? Ну, пачка... Ну... И... Сколько штук там нужно взять? Это потом ваш тихо, что убирают все, поэтому они упакованы. А вот дальше начинается самая важная часть работы на самом деле. Это работа с этими самыми... Опять. Повторная проверка ваших любимых списков избирателей. Это самая важная часть, на самом деле, вашей работы в этой части. Потому что вот здесь вот... Это... Последний шанс вам сделать так, чтобы они ничего с вами не сделали. Вот, если сейчас это не сделаете, дальше они могут сделать, что хотят. И вы не подкопаете. Потому что у вас тихо не будут сходить. Внезапно. Вот. И поэтому, что вы делаете? Нет, что они делают? У них... Называется эта процедура работа со списками избирателей. Зачем она нужна? В этом списке показано, сколько бюллетеней выдано. Да? Вот они должны их посчитать. Сколько бюллетеней выдано. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. А может ли быть факт подмена журнала мы уже запомнили? Ну, вы, если наблюдаете весь день от пара, вы это увидите в глаза. Это не А4 с точки. Это такая довольно большая... Я понял, но её же могут уже на заполненную повредить. Ну, поэтому вы находите постоянно в этом помещении, смотрите, что происходит. Чтобы они не могли там видеть. Давайте так. Значит, смотрите. А вот, что они делают физически? Давайте представим себе. Вот у них так, 6-8 столов, да? Эти книги лежат всё это время. Вот так они были? Деньги, они так и лежат здесь. Вы должны видеть, что с ними ничего не происходит. При вашем... Их не должны убирать на время, да? Вот они закончили 8 вечера, так же они лежат на этих же столах. Вот. Первую процедуру закончили, теперь вторая процедура. Работа с книгами. Они садятся за них, так же, кто работал, садятся. Начинают считать. Считать количество. Считать количество. Каждый листик считается, и в каждом листочке есть цифра внизу. Количество выданных бюллетеней. Их 5 штук цифр. Они их читают. Заполняют. Каждую страницу заполнили. А потом в каждой книге есть ещё и общая цифра. Просуммировали. Это одна книга. Их 8, может быть, 10 больших. Это тоже одна книга? Не-не-не. Каждый свою. Каждый свою. Пусть делают. Нет. Вообще должен, конечно, по очереди каждый один делать. Пусть делают, ради богу. Потому что это сейчас будет важно. Они заполнили эту цифру. Потом все эти книги суммировали. Общую цифру получили. И её огласили. Ну, типа, выданных бюллетеней в 982. И тут есть два варианта. Помните? Мы весь день нам давали явку реально. И вот мы смотрим на эту цифру, которая у них получилась. И ту цифру, которую нам давали. И сходится. Ну, либо сходится, либо нет. Сходится, в смысле, плюс-минус 5-10 штук. Нормально. А вот когда не сходится, это сотни и даже 500, может быть. Разумеется, плюс. Разумеется, плюс. Дальше мы это фиксируем. Опять-таки всё. Вот такое распространение есть. А дальше... Они ещё не вносят её в лучшую форму протокола. Они только огласили. Дальше вы говорите. Уважаемая комиссия, прошу предоставить все списки избирателей на проверку на предмет отсутствия посторонних пометок. Говорите то же самое, что и утром. Они опять начинают спорить с вами, как это было утром. Но вы говорите то же самое. И идёте, проверяйте. Вот здесь лучше вдвоём делать. В смысле, разделиться каждое своё половину, чтобы быстрее выступило. Давайте, что вы делаете? Опять-таки, вы не трогаете руками. Вы просите каждую книгу, чтобы вам отдельно показали. Член комиссии вам её показывает. Вот так вот, переворачивает. Вы её смотрите на предмет отсутствия тем же самых посторонних записей. Но ещё при этом, что вы делаете? Вы считаете. Смотрите. Всё можно про себя считать. Довольно быстро получается. Смотрите. Явка реальная маленькая. И реальных видов наблюдений здесь будет 1-2 на листочке. Это хорошо видно на самом деле. Считать это очень легко. Вот. Что вы можете заметить? Вы можете заметить, что 1-2 на листочке выдано. Там каждая роспись своя, уникальная. А будет ещё плюс-минус. Вот если выбрасывали в два раза, то ещё столько же примерно будет выдано одной рукой в подписи стоять. Это очень хорошо видно. Это может быть в вашем тайме. Ради бога. Ещё раз. Ещё раз, господи. Вот что это там? Объясняю. Да, это вверхотпись, а ещё вот про заявление. Нет, а как определить? Объясняю. Что должно происходить по нормальному? Член комиссии выносит записи, то есть он работает с книгой только в тот момент, когда выдаёт бюллетень. Если бюллетень не выдаёт, он не имеет права там ничего писать. Написать нечего, собственно, да? Понятно, да? И что странно, вы поэтому весь день находитесь здесь и следите за... Один из вас непосредственно следит за тем, как выдаёт бюллетень. То есть, если вы видите, что никого нету, а никого не будет... Напоминаю ещё раз. Я в каниске размазан от дня. А человек сидит и что-то пишет, пишет, пишет с ним избиратель. Это значит, что оставят эти самые выдуманные подписи, фальсифицируя человека нету, а бюллетень как бы получает. Понятно? Вот. Это днём бывает. И вот если вы этого не будете делать, вы этот вброс даже не заметите, потому что цифры будут подогнаны как им нужно. С точечной тысячами до минимуметров. И поэтому, как это проверяется? Вы просто подходите к человеку, который сидит и пишет с книги избирателей. По этой избирателей, собственно, нету. Вы подходите к нему, прямо вот лично подходите, спрашиваете. Уважаемый, человек говорит, а что вы делаете? Он говорит, да-да-да. Потому что сказать ему нечего, потому что он не имеет права писать, потому что человека нету. Вы в этот момент включаете телефон и задаете эти вопросы ещё раз под запись. А что вы, собственно, сделали? Потому что я видел, как вы писали, что за избирателей когда избирателей не было. А мы имеем право подходить к её столу? Вы имеете право делать всё, что нужно, если нужно проводить наблюдение, пожалуйста, запомните, пожалуйста. Если нужно подойти, значит подходите. Не надо человека трогать. Походите к столу вот так вот. Вот он сидит. Вот он сидит. Вот его книга. Вот я подошёл. Вот. Расстояние будет где-то на руке. Я вижу, что он делает. Я очень хорошо вижу, что он делает. Я спрашиваю у него. Уважаемый Иван Иванович, а что вы делаете? Он не имеет права отказать, в смысле, от информации. Он должен объяснять на ваш вопрос. И если он начнет меблить, включайте камеру и задайте тот же самый вопрос под запись. И говорите, уважаемый полицейский, обратите внимание, сейчас я обнаружил серьёзное правонарушение. Член комиссии фальсифицировал выборы, выдавая влечение, как бы, человека, которого не было. Вот, для начала можно так говорить. Полицейский в этом момент просыпается. Вот. Именно так. Таким давлением вы сможете показать, что комиссии фальсифицировать лучше не надо, потому что вы за ним сидите. Ну, книгу уже там избиратель сам должен писать. Ну, так подписывается. Если нет, то есть там написать ваши данные. Рассказываю. Когда избиратель подходит, он протягивает паспорт, у него, берут паспортные данные, вписывают за него, паспортные данные, вписывают с паспорта его. Но, дальше избиратель, получая при люте ненужное количество например, две штуки, да, у вас, он, избиратель, подписывается, и часть комиссии тоже подписывается. Вот таким образом происходит эта процедура. И чтобы специфицировать это всё, человек, которого не придёт, откуда-то берутся паспортные данные, откуда-то берутся, и они вписываются, и за него ставится его, как бы, роспись, и тут же расписывается член комиссии, понимаете? Он всё-таки запомнит. Мне кажется, у меня наставили писать. Нет, ещё раз, вообще по закону это не указано, поэтому вы можете сами паспортные данные писать, это ради Бога. Он обычно пишет за вас, и вы только стоите в подпись, что вы подтверждаете получение величейники. В подпись вы стоите. И вы должны следить, чтобы днём они ничего не писали таким образом. Знаете, бывает такое, если человек особенно впервые придёт наблюдать, он не понимает, что происходит. А человек сидит, никого не пишет, 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 там что-то. Вот он делает, он в пульсицин от выбора. Он готовится к этому вопросу, чтобы у него всё сходилось потом, понимаете? И если вы днём это всё видели и не давали им это делать, они не могут ничего с этим сделать. У них останется только после закрытия унести, например, книги и в какую-нибудь кнопку, в комнатке всё это сделать. Прямо взять книгу и унести, чтобы вы не видели всё это. Либо подменить. Подменить – это невероятно сложно, кстати. Ну а как это будет всё делаться, если бюллетени посчитаны, и бюллетени посчитаны верно? Вот они не смогут этого сделать, понимаете? Дальше будет единственный способ, это всё… Ну сейчас, собственно, придём к этому. Ещё раз повторяю. Ваша работа требует исполнения протокола, исполнения этих самых процедур, которые написаны в законе. И если всё это сделаете, им ничего не получится сделать, понимаете? У них будет только одна возможность. После того, как вы уедете с протоколом, с правилем, просто наглую внести в газ выборы нужные цифры, а это вообще-то в суд сразу мы пойдём. Потому что у вас уже есть только правильный протокол. Путь вообще разговаривать не о чем, на самом деле. Ну вообще при подсчёте голосов, когда заполняется эта книга в конце, они могут просто умышленно сделать, допустим, завышение этих голосов. И цифры увеличатся. Могут они так же сделать. Именно это и нужно сделать, чтобы потом покрыть этот самый взрос, физический взрос, который нужно сделать, понимаете? Именно для этого они прописывают сотни. Две, три, пять сотен. Кому как нужно? А представитель комиссии может в течение проведения процедуры что-то расфиксировать? Допустим, взять эту эту тихонечку и самой написать, потом вернуть, мы смотрим. Представитель комиссии с книгами не работает. Представитель комиссии, единственное, что можно сделать, просто бочку бросить. Просто пойдёт, просто ответил это всё. Он просто блюдо её физически выбрасывает как-нибудь. Хотя это вы не даётесь в этот код. А члены комиссии пишут это всё. Нужно спросить? А вот если количество голосов не совпадает? То есть то, что считали мы, то, что они огласили? Вы нам это сообщаете, разумеется. Мы это огласили. На себе что? Ну плюс-минус десять – нормально. Больше десяти – это уже прям большая цена. Пометочку просто. Ага. Дальше идём. Дальше ещё раз повторяю. Это процедура после подсчёта голосов. Вы проверяете эти книги, да? Это займёт у вас ну минут сорок точно, а может час, если споры начнут какие-то. Понимаете, да? Это довольно важная процедура. Нужно за ней очень чётко всё проработать. И лучше вдвоём делать. Разделившись, так. Если одна разрешит проверять журналы, последующие они обязательно разрешат все журналы. Да, да. Одновости убедите, так. Все остальные уже пойдут. С одним поработать – хорошо. Остальные уже сразу. Поэтому я говорю, ребят, надо иметь своих членов комиссий с решающим голосом, с которыми не будет спорт, которые будут давать журналы. Кстати, именно поэтому мы бьёмся, чтобы свои люди были намёртаны. Да, имею в виду. Это очень важная цена для человека. Поэтому я хочу, чтобы блоги из вас в 27 году пошли в Стритамаке на участки. Ну, что там? По адресам, да? Да, по адресам. По адресам. По адресам. По адресам. Так, смотрите. Открепительные сейчас… Сейчас я скажу. Открепительных нет. Запомните, пожалуйста. Нынешняя система называется «мобильный избиратель». Она позволяет голосовать на своём участке. Ну, по месту нахождения называется. Там, где вы находитесь в день голосования. Что это означает физически? Смотрите. На столах лежит автобусный список избирателей. Их там 8-10 штук. И ещё будет тонкий список. Какой маленький? Два-трисочек буквально. Это называется «дополнительный список». И в него вписываются те люди. Он пустой, во-первых. Ну, вот прям совсем пустой там. Прям всё пусто. Потому что там голосуют те, кто недавно прописался. Их через всю систему просто, да? И туда прикрепляются те люди, которые выписывались со своего участка. Временно. Одни и выбраны. И подкрепились вот на ваш участок. Их там будет внесено уже. Это через компьютерную систему делается. Их заранее. Их не много. Ну, штук 15-20 будет. Обычно примерно так. Но вот если нужно сделать управляемое голосование, так называемое, система компьютерная. Поэтому раньше можно было это делать в карусели, по бумажке. Потому что никто не отравил. У нас же бумажка. Здесь подъявил, так подъявил. Всё договорились. И ещё не проверишь. А это компьютерная система. Это единый список избирателей. Через неё подаёте, понимаете? Через госуслуги. Вот всё делается. Понятно? Поэтому эта компьютерная система, она вас один раз прикрепит на один участок. А на другой уже не прикрепит. Поэтому нельзя приехать на один участок через эту систему. Но другой участок – не получится как это дело. Понимаете? А можно так проверить? Я откреплюсь, а потом заселиться проверим. Там меня открепили и... Конечно. Можете вернуться просто проверить. У вас, как это должно быть, вас должны быть выписать прямо. Вычеркивать. Там так жирно идёт, вычеркивается. Раньше это было, я видел, были скандалы, человек выписывался, прописывался и потом случайно к нам там голосовал. И мне рассказал, прям физически рассказывал мне. Я ехал на участке и это видел. Просто две записи. Один человек там выписался, проголосовал, получил печать, проголосовал. И прикрепился. То же самое, ждал списка, он уже был, пришли, тоже проголосовал. Это раньше было, да? Вот, кстати, если, значит, ну как, они записали в журнал без визита избирателя, то есть из которого, извините, мы ошиблись, то нужно по трёх, чтобы они вычеркнули, да, эту запись? Это нарушение. Если человек придёт голосовать, а ему скажут, а вы уже проголосовали, я не знаю, что они будут делать. Потому что вы, в любом случае, не имеете права, он уже будет. Они, в любом случае, тоже не имеют права, это вот серьёзное правонарушение. Нет, вот этот момент, когда такой, не говорит, извините, допустим, что... И вот поэтому отпишет, вы думаете, всякую ерунду, у которой законно вообще-то... Ну да, вышли в должность у нас у человека, это если, ну, как бы, заставить. Когда-то, допустим, оказывают две точки. Нельзя более извинения, но отказать у вас у человека. Вышли накосячили. Это ваша проблема, да? Тут ещё, у меня был такой инцидент. Я, значит, я пришла голосовать в Дом культуры СК городской, а мне говорят, а у вас всё-то нету в списке? Что-то нету. Идите в дополнительные списки. В прошлом году я голосовала, не до этого. Ошибка может быть? Ну, может быть, по ошибке осталось. Да? А может, это самое... Я там проголосую, и они здесь поставят... Выполнительные списка... Итак, ваша задача ключевая. Проверить ещё раз, проверить списки, если вы это сделаете, считайте, что дальше уже никакая фальсификация не пройдёт, потому что дальше уже не получится. Таким образом. Итак, вы проверили, это где-то около часа у вас заняло со всеми боданиями, да? Надо будет полицию вызывать в этот момент. Это не вопрос. В смысле, мы будем... лично кандидат приедет, это очень важный вопрос. Мы с полицией приедем, с журналистами приедем, если надо будет, да? Организуем скандалы. Вот. Дальше это 5 цифр. Это всё 5 цифр считается. Вот они вносятся в этот протокол. Мы проверяем, чтобы у него сходились плюс-минус там, ну, плюс-минус 10. Дальше вот эта новинка начинается. Дальше начинается вскрытие сейф-пакетов. Которые вас ждут с пятницы и с субботы. Как эта процедура работает? Значит, открывается сейф. Незаличность, в котором находится. По очереди каждая сеть пакетов достается. Вам показывается, вы визуально смотрите, что не было попыток вскрытие. Но проверяйте номера, которые раньше зафиксируют, да? За пятницу и субботу. Проверяйте, чтобы номер спонят. Вот. Дальше там уже, я помните, говорил, есть акт упаковки. Его достают, он там в кармах лежит. Его достают, при вас вскрывают, именно при вас вскрывают, вы должны контролировать это всё. Сам пакет, ножницы, да, вскрывают его. Достаешь бюллетени, ещё раз считают. И вот если здесь есть нарушение, с цифрой не сходится, есть специальный акт расхождения. При решении числа бюллетени называется. Специальный акт составляется. Специальный акт составляется. Но должно быть совпадение, да, по количеству. Их несколько будет, их будет как минимум два, а может быть больше, исходя из надобного 20. Ну, может быть, четыре, да. И так, каждый сейф пакет отдельно всё это, да. Вы проверяете. Проверили, дальше. Переносные ящики также вскрываются, если они есть, используются. Они вот такие же, вот такие чемоданчики позначенные. Вот они обломбированы, разумеется. Их при вас открывают. Там с каждым из них есть акт. Может, с актом сверяется. Количество бюллетеней проверяют. То считается. Количество и в общем. Вот так. Их два. Ну, может быть, три. Но это обычно бывает. А дальше следствие самое важное. Сейчас работает. В смысле, времени надо занимать больше всего времени. Это подсчёт бюллетеней из основных. Из стандартных ящиков. И вот здесь важно, видите, да. Раньше как делали. И сейчас многие делают, да. Много народу одновременно занимаются. Да. Еще раз. Ваше мнение. Какое работало. В 20 сухов или 7 пакетов. Ага. Ну да. Субботируются. Все... Нет. Бюллетеней, которые достаны. Из 7 пакетов 19 ящиков продаются. Сценарий скалан свалился. Сусловно. Это общая куча. Их считают количество и свалил. Вот. Дальше открывают по очереди два стороных ящика. Вот в этот момент включаете фотовидиокамеру и снимаете всю эту конструкцию. Почему? Потому что если им захочется брось, то они вообще легко здесь делают. Там по народу куча бумажек видят очень легко. Плать. А если будете на охоту видео снимать, они это делать не будут, то что очень хорошо было но их находomi. Понятно? Теперь для этого требовать поставить ни одна графка стоящего стола, чтобы это все видеть. А на стол свалился всегда. И когда будешь скрывать, проверьте, чтобы оба именно хорошо сидели. Чтобы на Beast не были уже скрыты. Проверьте, номера уникальные. Номера проверьте, чтобы они иthen победили из депутата. Есть точки. Вот такая куча организуется общая. И начинается подсчет голосов. Правило очень простое. Все процедуры делаются один момент времени, одна процедура непараллельно и одним человеком, под вашим нерудением, считаются методом перекладывания. Это в законе не написано. А вот типичная ситуация. Фотография показывает, как это работает. Они вам говорят, ну так быстрее будут. Я еще раз повторяю этот момент. Друзья, по сути, я член комиссии справа, сочетатель голоса, вы имя таки. Вот если я буду не уверен в этих салфетических уровнях, вы их проделаете все еще раз, потому что я буду следовать. Поэтому давайте так, как говорилось, вы делаете один раз по закону, я не буду под этим выделять. Или как хотите, а потом еще раз вот положим. Вот и все. Спокойно вы это говорите. Дальше. Что из жизни происходит, я вам сейчас расскажу. Если это не делать, не требовать, если они будут делать как попало, как привыкли. У меня был прецедент. В 18-м году на выборах Путина, в чем я на крайнем уже наблюдал, комиссия шикарная, заявка сходится. Все, что требует по мелочам, все исправляет. Милейшая женщина, замуж, школа, все, мы там быстрее отношения, все. И вот начинается подсчет голоса, я говорю, ну давайте так, по закону, вот стол, вот я здесь, вот там, все, мы это поменяемся. Знаете что, я вам сама все буду делать. И она одна все эти процедуры делала, это было правдой. Она все процедуры сама делала. Что бы вот произошло? Мы сортировали, все, считаем голоса. Считаем голоса, берут самую полустую пачку обычно, на через, считаем. Самую полустую пачку за Путина была, разумеется. Вот, ладно, пачка, она ее читает. Громко вслух, мне показывая, каждый бюллетень, при этом трансляция идет, со звуком, она была вообще доступна трансляция, журналисты города Уфи заодно, если летят, не знают, что я там сообщил, они прям слушают, что происходит. Она говорит, показывает, Путин, раз, три, Владвы, Путин, два, три, как положено, четыре, пять, пятьдесят девять, сто, сто один, сто два и так далее. Я такой, ага, посчитай, называется. Она посчитала там 600 штук. Я говорю, уважаемый, а давайте вы пересчитаете еще раз, потому что я уверен, что вы ошиблись. Я говорю, как так? Я же вам лично все показывала, в слов говорила, почему вы считаете, что я ошиблась. В этот момент меня слышали, и ее слышали. Четыре комиссии, но они молчат, понятно. Наблюдатели, но они молчат, тоже понятно. Все молчали. Я говорю, я уверен, что вы ошиблись, поэтому будьте добры, пересчитывайте, и вы ошиблись ровно на то же время. Она говорит, ладно, черт с тобой. И еще раз посчитал, живется она ошиблась. Это не было попыткой вброса и так далее, она просто так говорилась. Но вот если бы я ей не сказал об этом, и они посчитали своей пачкой, что бы произошло? Знаете, в конце, когда они все четыре цифры посчитали, они бы даже начали сбивать его в компьютер, и компьютер бы сказал, знаете что, дорогие мои, идите как пересчитайте, потому что цифры не сходятся. А главное, компьютер не говорит, где они не сходятся. Он говорит, что они просто не сходятся, и протокол не будет. И они радостно идут, и самостоятельно, под вашим усыпленным контролем все это пересчитывают. А вы радостно стоите и все это контролируете. У меня только было один раз, четыре раза пересчитывали. Четыре раза они пересчитывали все свои пачки, потому что не могли понять, где они посчитали на пять бюллетеней. Понимаете? Четыре раза с радостью? Это было показом энергетики. Да. И это не вы будете требовать, этот компьютер не будет требовать программ. Он говорит, ребят, у вас цифры уходятся. И у кого-то из вас повезет, в плохом смысле. И вы это будете наблюдать. Так они же, сами же косякнут, и сами же будут пересчитывать под вашим неусыпленным контролем. И вы еще будете проверять их. Понимаете? Вот. И это возможно в том случае. И у них четыре раза не совпадало на пять бюллетеней. Знаете почему? Потому что на каждом участке бюллетеней уносят с собой избиратели. Один, два, до пяти могут спокойно унести. Да? И все. И программа говорит, ребятки, ну куда? Вы же посчитали и все. Не, не, не сходится как раз так. И для этого есть специальная балансирующая строка. Называется утерянные бюллетени. Специальная строка есть для этого. Если у нас с четвертого раза одно и то же получается, это значит, что он действительно его внесли. И даже вы, кстати, с этим спортом точно не будете. Это плюс-минус пять может быть такой, да? Вот, и они должны внестигать эту цифру балансирующую. И должна у вас цифра свестись общая. И потом протокол печатается. Так вот, они же не умеют это делать и боятся. Они начнут эту цифру впихивать куда-нибудь. Кому-нибудь ее приписывать, короче. Или наоборот убирать. Все, с вами согласовываемся. Если вы будете наблюдать такую партию или вы кандидат, имейте ввиду. Вот. Но, разумеется, это плюс-минус пять. Вы бросили, а вы не даете нарисовать. И поэтому это вырезается. Понятно, да? Вот. Имейте ввиду. Итак, вы контролируете. Каждая цифра, каждая сортировка происходит. Сортировка. Первая, да? Сортировка идет? Еще раз. Сортировка. Высыпали кучу. Она лежит. Кучка, да? Общая. Один человек должен вам, показывая партия яблока, сюда. Партия КПРФ, сюда. Сортировка происходит. Вы видите каждую отметку, чтобы понимать, да? Чтобы не перепутали стопки. Дальше сортировали. Много пачку, да? Вот они сортировались. Дальше начинаете считать. Считается так вот. КПРФ раз. Один человек берет и считает. Один человек одну пачку. Можно меняться. Ради бога. Один человек одну пачку. Вам показывают. КПРФ раз. КПРФ два. Вы галочки проверяете. Потому что в этот момент вы находите, что в этой пачке лежат чужие, а ваши лежат в другой пачке. Еще когда будете проверять. Понимаете, да? Вот. Случайно или специально они оказались чужой пачке. Так же будет найдено недействительное плючение. Там где две галочки стоят. Там непонятная галочка мимо стоит. И так далее. Испорченные будут. Испорченные будут. Всяко разные будут. Они там сами решат. Этот момент рабочий. Вот. Значит. И вы должны требовать так, чтобы один человек вам показывал. И вы желательно фотовидисовку ввести в этот момент. Чтобы все это было. А специально на полуромник еще. Когда. Повторяй еще раз. В этот момент. Да. Может быть такое, что они попросят вас помочь. Поднять с пола. Повторяй еще раз. Вы не имеете права трогать плючение. Ну пожалуйста. Не трогайте его. Ну тебе же. Спасибо большое за доверие. Оказано мне. Но я не могу позаботать. Пожалуйста. Да. Визуальный фигурт легко будет разделить. Ну. Когда разделение по пачкам. Да-да. Легко. Это же очень хорошо видно. Ну. Я имею ввиду, что вот. КПРФ. Просто порядок как-то запомнили. Или что? Нет-нет. Они сами решают. Когда сортируют пачку. Вот. Они просто достают. И в пачки откладывают. Потом пачки. По виду они отморуют. Это быстро делается. А если они хором это все делают? Вы говорите так. Друзья. Вы конечно можете продолжать это делать. Не по закону. Но во-первых. Будут жалобы. Почему нужна жалоба? Объясняю. Не потому что они ее боятся. В этот момент они жалобы не боятся точно. После восьми. Объясню все. Фишка. После восьми жалобы, которые подаются, осматриваются в конце. В конце перед подведением этого. В конце этой самой процедуры. А? Да. Патокон должны быть указаны. Но они это и делают, допустим. Потому что им не хочется получать в меньшее время. Подождите, дайте я закончу. Итак. Зачем нужна эта жалоба? Объясняю. Эта жалоба показывает нам, в суде потом, что процедура была нарушена. Значит, судья не верит вам никому. Он верит бумажке. Понятно? Вот ровно для этого дела. Мы чтобы фиксируем, чтобы было нарушение. К нему прикладываем. Вход на видеозапись. Дальше. Они говорят, ну нет, мы быстрее хотим спать. Все. В 2 часа ночи. Окей. Но только вы закончите, и я попрошу все пересчитать еще раз. Я вам это обещаю. Потому что, я имею полное право, вы будете членом конвестра совещательного голоса. Специально для этого вы не получаете, но у вас есть требования по закону, а на законе пересчитать вы будете сюда. В течение дня жалобы поступили, когда давно рассматривали? В законе написано, что любые жалобы рассматриваются незамедлительно. И по ним выносятся решения, либо письменные, либо устранение этого самого права. Незамедлительно жалоб, которые после 8 вечера. Потому что есть другая проблема закона, которая гласит, что все жалобы, полученные в течение работы и комиссии рассматриваются не позже, чем у людей в итоге голосовали. То есть это вот. Нет. У нас еще нет. Ночью. Только да. В итоге выборов, которые, да. Видите, на ней радостно пользуются. Еще раз повторяю. Во момент подсчета голосов, жалобы нам нужны, чтобы зафиксировать, чтобы ладно, 2-3 жалобы можно, поэтому хватит. Не надо миллион залупиться. С первого, ну и второго, и третий элемент. Ваше мнение в отличную форму потокол. Требуется. Не надо. Смотрите. Зазносить каждый элемент, потому что все в голове мне неудеется. Я понял. Особенно с книгой, как вы сейчас замечаете. Как только книга почитала? Ваше мнение. Смотрите, есть такая чудесная штука, называется «Уличная форма потокола». Это ватман большой, он прям вот такой, гигантский на самом деле. Протокол, но большой. Вот он, как сейчас. Ну да, вон он висит, видите, как он занимает доступ. Зачем он нужен вообще? Зачем эта штука нужна? В законе прописано четко, каждая цифра, которую получена, должна быть незаметительной, если у тебя вопросов нет, если вы ее не оспариваете, короче, она вносится незаметительным фломастером дальше. Все. Это для того, чтобы все видели эти цифры, общедоступны они были. Это называется принцип открытости и голосности работы комиссии в законе прописан. Это элемент этой самой системы. И поэтому любую цифру, особенно вот здесь вот полученную, посчитанную, незамедлительно, если у вас к ней вопросов нету. Там уже не изменишь то, что там написано. Ну нет, имени-то можно. Они, кстати, ее меняют. Если там посекнули, то такое бывает. Прямо по правилам подсчета. Ошибаются. Они могут здесь. Это же не протокол еще. Это такой обычный формат такой. Возьмить можно. Да. Это в итоге. Но они должны быть вам доступны, потому что вы можете контролировать, что происходит. Вот для этого сделаться. Это очень важная штука. Да. Вероятно, что с теми было такое, что она считала 18, 19, 30. Она написала 59, 100, 101, 102. Если я это слышу, мне нужно дожидаться конца подсчета. Как хотите. Как хотите. Мне было любопытно. Что же она скажет? Скажет в конце собственно. Ну прочитал одну. Давайте прочитаем. Ааа. Ну вообще лучше прерывать, конечно. Я же слышал. Почему? На пол специально уроняют, когда выгружают ящиком. Ну не специально. Просто уроняют. Специально уроняют. Чтобы потом с кармана туда кидать. Да. Требуйте. Требуйте внесение всех, требуйте внесение всех цифр, выучили на фрону протокола. Прямо требуйте. Они в эту ригуруют туда, в кидах, в карман вытаскивают. Выучили на фрону протокола? Да. Да. Если не косякнуть, они прям фоломастером так же почиркают. Это нормально. Если они действительно ошиблись, они прям исправят цифру нормально. Еще? А жалобы кому выручаются вообще? Все жалобы пишутся на имя членов представителей комиссии, ему же выручаются. Они не имеют права, не регистрируйте. То есть они обязаны получить ее, а дальше либо исправиться, либо писем на ответ, что ничего такого не было. В двух. Все жалобы продаются в двух. Один у них остается, регистрируется, а второй вам подписывают копию, и вам на то время регистации вы забираете. Вот второй изображен мы с собой носим в тики, в цики РБ, в суды. Это документы очень важные. Два изображена. Поэтому шаблона у вас будут, шаблоны будут заполняться, потому что вы санканируете. Типовые, на самом деле, к сожалению. Жалобы все типовые. А? Ну, жалобы стадапы. Ну, жалобы стадапы. Когда сдавать надо все. Ну, не сейчас. Когда вы будете получать направление, вы получите. Можно вопрос. Допустим, по месту наблюдения, месту записи. Если председатель принимает жалобу, дает отписку. Я считаю, что ему хорошо видно. Ага. Как бы выписаться? Объясняю, чем цена бумажная отписка. Она доказывает его бездействие, на самом деле. Ну, когда жалобы на бездействие комиссии уже в стоящую комиссию. Понятно, да? И потом в суде. Мы никому ничего не рассказываем. Объявим пачку жалоб. Судей радостно читает. Любит читать документы. И по ним выносится шею. То есть, следом мы пишем на бездействие жалобы. Не на его имя, а на имя фитальной комиссии будет писать. Не вы. Мы приедем. Вы находите здесь. Вы нам жалобы даете. Вы жалобы берем. В ТИК, наверное. В ТИК, конечно. В ТИК. А уже 10 ты пишешь вообще. А не 10 ты там. Первый очень трудно. Вам просто сесть и себя заставить. Это хуже, чем сочинение в школе, посмотри. Честное слово. Хотя там шаблон. Вот просто заполнили. Да, значит, напишется. Мы не заполнили увеличенную форму протокола. Эта цифра будет 8. И все эти информационные материалы. Величенную форму протокола нам сказал, что она с 8 часов начинает выполнять. Увеличенная форма протокола, конечно, должна быть до 8. То есть, когда первый издатель приходит, он должен ее, ну, как-то ввести. Это вообще для этого. Первые издательства. Первые издательства. Первые издательства там уже должны быть для вас внесены. Ну, либо вы будете раньше. В этом плане. Вот первые издательства. Первые издательства. Те часа не огласили. Но там, например. Может, вторые издательства. Может. Еще раз. Я работаю на участке, чтобы не их раздражать, а чтобы они работали согласно закону. Если у вас остальные нервы, и вы можете с ними общаться вот так вот все три дня, только ради бога. Я не нужно по-другому проработать, если я на участке не буду. Итак, мы идем к успешному завершению вашей работы. Итак, вот такой патчик 10-12 вот так посчитали радостно. Все. Цифры вносятся, вносятся. Протокол очной формы заполняется потихонечку. Дальше наступает час икс. Они вносят цифры, которых вам претензий есть, если у вас нет, в компьютер. Это программа специальная. Она проверяет, у них там несложная математика есть. Формула, если сложная. Она говорит, хорошо, цифры бьются. Вот вам протокол. Или программа говорит, нет, ребят, нет цифры. Они говорят, сколько я вам должен зашел. И вот тут они с громко матерятся и идут пересчитывать самостоятельно. А вы можете спросить, а чё, компьютер говорит, не дам вам протокол. И вот они идут и пересчитывают сколько раз, сколько нужно, чтобы цифры сошли, что называется. Я не мог присойтись, только в одном случае, если протоколы были вынесены, как назовем, украденные. Вот. И для этого есть балансирующая стакан, например, чтобы... Где-то с третьего раза она фиксируется. Вот с третьего раза у них цифры не меняются. Вы можете на всякий случай контролировать. Стоять ли я там проверять? Это очень тягомотная процедура. Они все злые горят. Причём на себя, а не на вас. Если сделано всё правильно, на этом этапе они же ничего не сделают. Да-да-да. Именно в этом состоит соль работа. Вот. Соответственно, вы всё это контролируете. И где-то с третьего раза, если у них расхождение, плюс у нас три штуки. Постоянно. Три штуки постоянно расходятся. Ребят, ну, может, пора уже использовать эту строчечку. Они его не умеют ей пользоваться. А вот я читаю за год обратно. За год такую странную вещь, когда вся дилетеральная комиссия едет в участковую. То, и дилетеральная комиссия едет в дилетеральную. Да? В новый этап. Сейчас, сейчас объясню мне. Подождите. В другой момент много не стоит. Нет. Смотрите, наши создатели... Наши копии на руках. Мы забираем копии на руках. Вы сказали, можно? Можно всё. Делаем. Смотрите, наша задача, ещё раз повторяю, наша с вами задача, наблюдатели получите копию протокола на руки. Дальше уйдём в суд нормально. Вот без копию протокола идти в суд не... Любую хорошую картинку и видео они не будут рассматривать. Понимаете, да? К словам они вашим не верят. Жалоб у вас нету. Есть только фото и видео всё. Всё. До свидания с этим. Мы даже не пойдём в суд на всякий случай. Так время не просто. А вот как только вы нам даете протокол и к ней приложены все ваши жалобы, две-три штуки хотя бы, да? Фото и видео за этим вашим материалом. Потому что на основании фото и видеоматериалов мы сможем запросить официальную запись, которая ведётся, хранится в архиве ГОТО, она будет храниться для этого специально. Мы через ступьё запросим, нам её предоставить, потому что у нас есть подтверждение, что вот что-то там было, и мы укажем точное время, когда мы наносим подозрение, что... Да, есть основание, что было просто. Вот так напишут. И они нам обязаны вылезать кусочек. Уделяют кусочек как бы весь файл. Вот этот файл официальный. Вот суд уже рассмотрит. Это правда. А? Методика заверения протокола это очень важно. Да, да. Итак, вы требуете подсчёта. Подсчёт идёт, цифры у вас сходятся, допустим, всё хорошо. Переходим к ключевой точке. Нужный протокол получить на руки. Компьютер говорит, хорошо, ребятки, цифры сходятся, мы вам сейчас его напечатаем. И вы тут, конечно, поднимите руку, кому нужны копии протокола. Вы говорите, нет, они просто количество считают. Окей. Дальше они вносят в этот, в компьютер цифры, с увеличенной формой протокола они носят. Вот прямо оттуда. Вносят, программы их печатают, и вы должны получить заверенный копий протокол. Каким образом? Запоминать. Вот здесь надо запомнить. Потому что если вы хотя бы один элемент заверения не поставите, то суд радостно завернёт вас. Скажет, это не протокол, а бумага есть. Поэтому запоминайте. Там ничего сложного нет. На копию протокола руками движется копия номер какая-нибудь. Вы там не один будете получать. Если что, вы получаете. Копия номер 1, 2, 3, хоть 25. Дальше. Копия верна надпись либо верно руками. Дальше. Подпись ставится и расшифровка обязательно. Кого-то из трёх. Председатель, зам либо секретарь ставит. Дальше. Дату и время с точностью до минуты заверения протокола. И печать синий обязательно. Синяя печать. Вот. Это элементы, которые заверяют правильно. Все элементы должны быть. Хотя бы одного элемента. Например, печати не будет. До свидания. Подписи не будет. До свидания. Расшифровки подписи не будет. До свидания. Вам скажут супер. Мы с этим ничего не сделаем. Понятно. Поэтому проверять это всё легко. Тут единственное. Смотрите. На этой форме протокола у вас будет ещё время выдачи протокола самого. Его же раньше выдают. Он же один. Оригинал. Вот здесь будет стоять. Если вам повезло. 19-е число. 23 часа. 58 минут. Допустим. Это сам протокол. И вот ваша копия должна. Заверенная копия должна иметь дату и время заверения. Позже. Разумеется. Например. 20-е число. 00. 00. 20. Понимаете, да? У вас не должны они совпадать. Это просто подозрительно, во-первых, что это не бывает. Что-то странно. Два времени должно быть? Позже должно быть. Два времени. Должно быть два времени. С протокола будет время протокола. А у вас будет время заверения копии протокола. Это время должно быть больше. Хоть на пять минут, но больше. Обычно минут десять. Если нормально судима. Это все равно дадите, да? Это мы вам не даём. Это вам даёт комиссия. Они печатают обороты. Мы вам даем. Ну, бывали такие случаи, когда комиссия борзая. Она говорит. Это вам ничего не дадим. Хотя это, по-своему, ну, с губы нарушениями. В крайнем случае мы такое делали. Мы просто пишем его от руки. Это копия протокола. Они нам её заверяют, да? В копии время самого протокола тоже? Да, конечно. Это вот протокол. Это его заверенная копия. А часть протокола – это время едательного до чего. За минуту. То есть два времени будет стоять. Время протокола и время от копии. И в крайнем случае, ещё раз повторяю, вы сможете взять лист А4 чистенький и руками написать. Я такое делал. Зайвёт некоторое время скопировать его. Они его тоже должны заверить. Потому что, если он будет сходиться, они не имеют никаких оснований закона, вам не заверить копию протокола. И вот здесь вот у них последний шанс сделать так, чтобы потом к нему судей не придрались. То есть вам не выдать этот копию протокола. Например, в разном предлоге вы уйдете чай пить. У нас был такой случай несколько лет назад. В шесть лет назад, по-моему, просто. В цепи город. Так, вроде, в шишечной реке люди. Ага. Матру не могло самоопытно что угадать. До шести утра ему не давали. До шести утра. А, не копию протокола. Они не проводили... Они протокол не сделали. До шести утра. Нет, подсчет они вели. У них ничего не сходилось. Матру-то не давал мне всё это сделать. Всё, что нужно. Они протокол просто не составляли. До шести утра. А потом просто подкинули свое рабочее место. Уехали. Это грубейшее нарушение. Это таков. Вот. Среди, конечно, у него все другие. Это нефигантство. Да. В двух участках уехали так вот. Жестко. Говорят, что это был не ямочный. Ай, нос. Ай, нос. Вот. Это последний шанс люди это сделать. И поэтому некоторые товарищи будут затягивать до упора. Чтобы надеяться, что вы убежите. Ну, постоянно вы уедете. После этого вы уедете, они нарисуют всё, что нужно. Те, кто если вдруг остались, подпишут всё, что нужно. А если они ушли? Это грубейшее нарушение. Они не имеют права покидать. Да и сразу. Да. Конечно, конечно. Вы нас сообщите. Значит, их задача у комиссии провести итоговое заседание с фиксированием итогового округа на этом участке. Это обязанности. Если они этого не сделали и уехали, это грубейшее нарушение. Что делать? А, что делать? Они очень наградные говорят. Ребятки, а ну давайте в конце. Они уезжают. Объясняю, куда они уезжают. Они уезжают в детальную комиссию. Для того, чтобы там согласовать и на месте нарисовать протокол. Без вас. Да. И мы требуем, чтобы они вернулись. То есть, мы прямо с полицией пойдем в ТИК, а в ТИК у нас свои люди есть, напоминаем. Мы звонок с ЦК РБ организуем, или с ЦК РФ организуем, в зависимости от того, кто будет свободен. И мы просто их заставим вернуться на участок и провести свою работу. Вот и всё. Это грубейшее нарушение. Вы говорите, сколько мне, сколько мне, количество жалоб, потому что она как-то отказана. Хорошо. Все единой. Значит, смотрите. Копия протоколия в личной форме, в самом низу. Последняя, она вообще последняя. Да, вы видите, вы можете сказать, что действует лично. Зачем? Маленький, надо же. Что есть такая стакан, что люди не знают. Спасибо. Значит, смотрите. Протоколия в последней строке называется «Сведение количества поступивших жалоб». Последняя самая строка, самая низкая. 14 или 15. У них номерации. 15. Она разная. В зависимости от протокола. Так вот, они говорят, ну вот это самое. Вот здесь вот они должны внести ваши жалобы. Не ваши тоже жалобы. Заезда не внесли. Только сетерин. Это не влияет на итоги выбора, как это. Но это влияет на инфекцию. Да. Они обычно пишут там «Ничего». Ну то есть, можно исполнять. Если мы в суд придем с жалобами, а у них там будет стоять «Ничего» или «Ноль», то это «До свидания» сразу. Скажите, ребята, вы уже слышите? Да. В предыдущие дни, вот конец дня. В предыдущие дни. Не последние, а предыдущие дни. В конец дня. В пятницу и в субботу в 8 вечера закрывается комиссия, и мы делаем ровно одну вещь. То есть, из этих урна остается в пустую. Да, да, да. Потом утром ее опять опечатывают и опять начинается. Побыть? Ну, может быть. Она обещает видеонаблюдение. Вот. Окей. В книге... В книге... Желательно каждое утро посмотреть, да? Чтоб не было. Чтоб не появились эти моменты. Они же информацию будут в течение дня привезти. Почему нет? А они открываются... Насколько раньше получатся? В семь. В семь? В семь. Ну, в шесть в 45 лет на самом деле. В семье уже все. Уже открыто. Они уже там работают. Часть. Работают все. А специальные путеводители для работы, которые раздавали раньше и наблюдать... Мы дадим вам при получении направления от партии... Там все расписано. Что делать? Как делать все? Все, все, все расписано. Не волнуйтесь. А для этого сейчас прямо, друзья, поставьте себе... Представьте себе приложение от голоса. Андроидное и iOS. Оно есть, потому что там все материалы есть, а вам нужно будет копию протокола, который мы получили, и пусть мы ввести в наше приложение. Зачем? Затем, что таким образом именно голос имеет самые честные данные, а самые быстрые данные на выборах федерального масштаба. Понимаете? Это очень важно. Поставьте себе голос за честные выборы. У него логотипчик вот такой вот. Фирменный такой. Да-да-да, голос. Голос за честные выборы. Упишите и не перепутывайте с голосом, который про песни. Зачем его самому? Затем, что там все справочные материалы есть. Вообще все. Вот все, что мы вам даем, на компьютере будет. А во-вторых, вы обязаны будете потом ввести данные с протокола через приложение науки. Чтобы мы потом смерили автоматом. Мы этот автомат не смерились с официальным данным. А теперь печальный вопрос. Который касается всех, друзья. Если вас захотят удалить с участка, а судные решения сюда не смогут организовать, они у вас потребуют свидетельство о вакцинации, либо метод вакцинации. А ПЦР-тест? У ПЦР-тест еще никого, ни от чего не спасали. Они могут ПЦР-тест вас в саму влачу. Потому что у Кази написано, что у Кази агумера существует. Там есть либо сертификат, либо для всех. Официально так. А у меня есть ли по медицински? А там оксидировался, справка приходит, да? Справка всегда. А, смена отходов от Мишинских. Это не менее сейчас. Да, Буртинин, сходите в свое. Понятно. Сейчас я ищу. Ну и все как его удалить. Вакцинация. Объявляйте. Я еще раз повторяю. Если вы будете активно работать, единственный способ вас удалить, быстренько без суда, это потребует вашу правку. Вот и все. Это надо было с самого начала. А если я в Афганалке и в нем... Справа, что ли, судите, пожалуйста. В поликлинику сходите и возьмите справку с предотводом. И все. Да, у меня все. Есть вопросы, задавайте. У меня все. Есть вопросы, задавайте. У меня все. Пошли. Если нет вакцинации, то... Какая вакцинация? А избирателей тоже, если нет вакцинации? Понимаете? Пусть. Понимаете?